и всем привет дорогие зрители мы начинаем просмотр игры финальной можно сказать и решающей игры команды cat в пределах турнира sound blaster heroes league в котором сегодня решается как же ребята будут чувствовать себя в дальнейшем как они пройдут или не пройдут в финал и sound blaster league где будут встречаться лишь на ограниченное количество команд решающая стадия и ее первая игра команда cats против команды nx и л.ф. за легион играет команда xlf и ее состав инзивен каукерин легендарием широкому и и шампу кинг ребята уже активно тут локают и пикают команда cats играющий сейчас за хеллборн это рум 409 bow to me on jury оборот шелла стайлзов и скорпион основной состав команды cats в лог пике мы видим что легион команда nxlf взяла а луну бабблса и мурмидона кэц и генчик ответили глазу сам плаграйдером и андромеды баннинг фаза тундра темпест мастер вармс драконец джерезая и последнее решение именно за котами хочу сказать что команда проводящая турнир из бхл это по сути части комплекции гейминг seo и сам креатив решили провести этот турнир именно для выбора того как у кто же от гарены будет участвовать в саунд бластер лиги и мы искренне будем надеяться что это именно команда кэц последний бан был именно магмус ферст пик из общего пула для команды nxlf кого же выберут они сильно задумались ребята противники друг друга по ходу вообще не знают в отличие от регулярных игр на г-сериях тяжело играть с оппонентом против которого не было ни тренировок никаких наигранных стратегий не практик ничего и с другой стороны и коты не знают и nxlf тоже не в курсе как кем и как играют коты предатор первый пик у nxlf странненько честно говоря предатора не часто видишь на нашей во крайне рекомпатите сцене хотя кири он достаточно сильный и впечатляющий никаких особо проблем у него затереть игру не будет если он сможет нафармить вот в плане халь именно фарма предатор один из проигрывающих лесу он фармится быстро не может у него нет особо никаких обилок которые позволяют быстро фармить лес на линии он часто будет не так эффективен как многие другие кири коты выбрали хаммера и торта в ответ на предатора дальше банда банда тоже редкий случай неужели удивят nxlf котов именно выбором неоднозначных персонажей против которых коты не факт что даже умеют играть next level tactics пишет скорпионы и тут действительно есть некоторого рода удивление в выборе персонажей команды легиона панда и что же еще предатор панда это вообще два милишника которым обоим очень будет нужен фарм и соответственно нужно как-то этот фарм поддерживать хотя лог пик в общем-то блистает количеством саппортов для всего необходимого но что же будет третьим из общего пика какой же персонаж будет третьим для nxlf им в общем то нужен мидер если это будет не панда если хотя это скорее всего будет панда предатор наверное на изилайне ну тогда скорее саппорт да наверное это будет саппорт именно для панды дементед шаман последний пик из общего пула для команды nxlf коты выбирают свой свой путь и своего персонажа для этой игры это последний пик из общего пула для них сильно задумались неужели генчик так переживает по этому поводу хотя дополнительное время у котов еще не использовано но уже пошло на самом деле nxlf наверное волнуются и тактику придумывают сходу и поэтому 40 секунд из дополнительного времени уже использована гена только-только взял его тяжело как-то очень тяжело дается это решение мы все можно сказать замерли задержали дыхание и ждем кого же выберет генчик тоже в общем то все что нужно из лог пики андромеда глациусу даже мурмик и алуна это в любом случае хороший саппорт и тут нужен какой-то инициация какой-то въезд сейчас очень необходим кота но выбор ложится в сторону мун квин это будет керри на котором наверное и будет играть именно ff теперь один выбор из лог пика для nxlf и двое для котов пар на суисайд и наверное неважно какой саппорт для дабл мид и дабл дабл зилайна как-то так мне кажется будет играть ли он что же думает себе генчик алуна алуна баулс тоже две даблы похоже мы просматриваем и у хеллборна андромеда 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 последний пик для nxlf и в общем то на этом пике завершены и так сам бластер хирург решающий матч из best of 3 первая игра команды nxlf против команды cats ребята нажимают ready и показывает свою готовность приступить к этому матчу легион предатор пандамониум удивительные пики дементед шаман андромеда и плаграйдер хеллборн более-менее стандартная тактика для кэтсов а луна хаммер шторм бабу смуткин и торчер в принципе коты будут играть свою игру но готовы ли они играть против такого странного состава панда предатор не часто это это в принципе увидишь ну что же good luck have fun обеим командам и have fun непосредственно и нам будем надеяться что наши ребята справятся с этой задачей и затащит эту игру без особых проблем курица полетела уже на разведку хаммер отправляется на хардлайн стартом мидлайн мидлайн бабусы я луна с мунквин вверху прицел и зила не согласность и свой изилайн его будет суппортить по-любому или андромеда ридом этот шаман мидлайн панда соответственно с саппортом плаграйдер отправили отправиться на хардлайн и кстати редкая такая тарка в принципе в хп 606 хп плаграйдер имеет на первом левеле но мне кажется что против андромеды смуткин у него шансов глобально говоря не сильно много нелегко здесь будет однозначно плаграйдеру вот уж чего не скажи пока три плана миде у nxlf курицы встретили друг друга увидели что никаких опасностей ни там ни там не будет pr вооружен одним вардом но ставить его на респ пока не собирается попахивает блатластом на мидлайне по крайней мере пока что исходя из позиционирования можно думать о том что бабусу легко не будет бабус в принципе имеет шилл серф и убежать шанс у него всегда остается но сможет ли он справиться с демэнтер шаманом пандой и сразу и андромедой которая уже задумала себе засаду скорпы реоборот хаммер шторм и торт против предатора пока одного конечно здесь ему фарма вообще никакого не дадут если удастся блатласт на мидлайне тогда можно позиционирование команды легиона оценивать в хорошую сторону выезд по бабусу продолжает нет панды но дэмэджа похоже не хватит и бабус все-таки уходит на очень лоу хп 11 хп справляется с этим ганком шила стайлз и можно с этим команду готов поздравить отлично хотя тут очень зарешало похоже три минор татенчика который бабус купил себе именно на стату и именно эти 11 хп плюс один стрэнджи в общем-то ему и дали один стрэнджи насколько я помню это 19 хеллс поинтов и если бы на один тотемчик было меньше у бабуса то сейчас бы мы видели бладласт легиона но его не случилось а луна сместилась на мидлайн вверху оставилась мун квин против соло плаграйдер и в общем-то пр при хорошем раскладе выиграть эту линию должен по крайней мере точно уж можно сказать что может он ее выиграть но посмотрим на что способна мун квин в исполнении ффа думаю что в состоянии что-то сделать вниз смещается а луна помогать своей даблей так достаточно сильный предатор с андромеда теперь здесь стрипло я думаю это вполне может быть фраг а луна правда с пауэртроу тут чего-чего останутся достаточно по андромеде уже въезд есть пауэртроу есть станет торта и бладлаз для команды к с чем мы их и поздравляем это очень хорошие новости жалко конечно что это не пред преда бы в принципе тоже могли забрать у него нет стон хайда но андромеда значительно более приятная еда 660 хп против 470 на 200 хп меньше и соответственно вероятность значительно выше этого удачного ганка и счет 1-0 в пользу команды кэтс вторая минута счет уже открыт и это ведут именно наши ребята бабуса сильно гоняет демонтед шаман это конечно не сильно хорошо для бабуса ну что ж мы тут они не рассчитывали особо победить против даблы одним бабусом мун квин справляется с плаграйдером пр тут что-то немного не доигрывает 45 у него по крип контролю у мунки уже 85 более-менее чувствует себя ff демонтед выдурил вверху хосту и будет продолжать красить бабусы трипла внизу все еще актуально будут ли продолжать езжать по андромеде у него на этот раз чуть-чуть больше варианта выжить батарейка на 6 после въезда будет на 9 а то и на 10 и соответственно каких-то 100 хп в этом ганке андромеда сможет пережить хаммер шторм отдает только что банку на монориген хотя на стан и на разгон него с головой хватит 3 лвла вдвоем торт и хаммер антивардит рум хороший антивардин ангенщика избавил он команду легиона от рунварда по крайней мере да у них теперь нет рунварда у них есть только вард на пуле который мультвине сейчас не особо нужен здесь очень неплохо справляется ff с пелаграйдером будет ли въезд внизу достаточно опасно выходить здесь иных с алифом и они это понимают предатор выходит чуть-чуть на линию приближая скрипам андромеда даже не рискует хорошая реакция от луны и и не увидели оппоненты будет из въезд по предатору да въезд по предатору все таки будет продолжает алуна пауэр троум въезд по преду предпрыгает валуну и в общем то этот фраг может сейчас и не удалось хотя нет все таки фраг удается и все таки скорпион тортом делает через импейлмент фраг на предаторе попытка забрать даблкил скорее всего ничем не увенчается так и есть у андромеды все еще есть батарейка на 10 и она выжила бы практически в любом случае но желанный фраг на керри команды легиона на предаторе был реализован котами и счет уже 2-0 хотя коты немножко проигрывают по экспе именно из-за триплы но на киллах и на отсутствие фарма предатора они я думаю шанс выехать имеют на мидлайне панда чувствуется вполне адекватно 25-24 у нее крип контроль против баблса который конечно здесь особо не контролить ничего и не может подойти к панде ему достаточно страшно дементед шаман в связи с проблемой на нижней линию своей команды смещается и это будет триплан на триплу уже в этот раз въезда не будет уже такими легкими ds 3-го лвла хилл на 2 накидки нет поэтому уже какого-то преда забрать не получится оптимальный вариант здесь именно ds заметить и по нему же и въезжать будут ли так делать коты скоро мы с вами поймем это наконец начал проявлять агрессию плаграйдер против мун квин хотя он не сильно выгодном сейчас положении мунка по-моему достаточно опрометчиво с ним дерется есть будет мун бим но надо отбегать и взять красную банку это и фф хотя на другой мун бим у него не хватит поэр решил с ним пока не драться немножко обыгрался мне кажется фф мог рассчитывая на мун бим сразу перепозиционировать себя ближе к деревьям так чтобы паэр эту банку не смог сбить теперь мунка не в выгодном положении выйти на линию не может поэрси задинает крипа и соответственно с одного контеджа у нас первого скилла мунку мог бы и забрать если только фф здесь покажется прилетает ему правда реген хп мана все есть попытка везла предатору ничем не увенчалась предатор наконец-то на четвертом левеле вскочал стон хайд ну и логично кстати да это реплей каст по правилам турнира кастить прямо таким матч нельзя было поэтому известно что это урожа сыграна это именно и плей хотя я честно вам скажу не смотрел вернее даже не смотрел а технически почему-то в этого матча нельзя посмотреть кто же победил поэтому именно так же мне интересно кто выиграл сейчас коты играют вторую игру тем не менее тем временем и скоро мы узнаем результаты этой игры из соответственно узла и узнаем результаты посмотрим с вами вместе и следующую пока 0-0 и 1 игра из best of one коты против nxlf напомню пока небольшой уровень спокойствия балтуми это реоборот играющий на хаммершторме на торте играет скорпион на алуни играет генчик рум 409 мидлайн сравнительно терпит шилла ставил знабабулся и вверху фрифармит ну старается по крайней мере фрифармить ff на амун квин вот и въезд по хаммершторму хаммершторму крайне неприятно это очень однозначно будет уже все-таки фраг его делает плаграйдер который прилетел на эту линию со своей верхней линии открыл счет легион и это 1 2 теперь и голда и их спа в их распоряжении трипла сейчас какое-то время было достаточно неэффективной а после смерти хаммершторма оказалась неэффективной совсем теперь бабус хоть как-то может что-то пытаться делать против пандамониума но похоже что проблема не все-таки будет панда ультует его прямо ватауром и бабусу очень больно будет ли первые скиллы чтобы дать ему да будет и 2 2 уже не не в чью пользу так сказать попытка луны забрать пандамониума все-таки удастся хороший контр въезд рума по панде тем временем здесь на нижней линии забрали торта квадла уже плаграйдер андромеда предатор и демейнтер шаман забирают торчера чем делать счет 3 3 коты проигрывают немного голды 900 и полторы тысячи опыта тоже не в их пользу но в общем-то в более-менее адекватности чувствует фф и фармить фармит а а а а а а а а пошли от воды и линия уже не будет такой легкой дым этот шаман пред и андромеда все на месте а хаммер стартом против такого напора могут и не справиться бабусу так далеко еще до шестого левела и против пандемониума и ставя ему стоять уже даже в солок совсем некомфортно панда банка и уже гоуст марчеры сам себе привез вардик и поставил кстати на контрган не понравилось ему видать смерть аталуны проблему прида пытается ехать по торту торта импл на 2 ой какая ульта от пэра но пошла она не сильно удачно попала только в хаммер шторма продолжить ребята наверное пока и не сильно могут андромеда смогла сбить банку вторым скиллом торту сюда подходит уже бабус продолжать им файт смогут ли ребята забрать андро наверное смогут хотя там батарейка на 10 но она его не спасет это фраг для котов с чем мы их и поздравляем неплохая реакция от бабуса бабус по идее сейчас поделится банкой с регенерацией с кем-то из своих стартом либо с хаммер штормом тем временем которые все также играют свою классическую кручить вчетвером айф продолжает фармить и у айфа уже на текущий момент 35 крипов он не выигрывает только у панды которая также фрифармить midline посмотрим чему это приведет в результатах от игры панда восьмая бабус пятый только что он его взял вместе с ботинками но хоть какие-то новости глобально говорил готовыми на бабула здесь был совсем сюсайдлайнер и понятное дело против пандамониума с дамом это шаманом долго время не мог ничего сделать на него готовилась засада здесь уже есть андромеда и панде достанется еще и дабл дэмэдж предатор сместился стоять против мунквин и фф в общем то здесь может его наказать мунквин восьмого левела предатор только шестого предатора только ботинки хотя все равно 850 хп у него есть виден струнжовый керем легион четвером толкает midline коты втроем несут низ и стартом я думаю это получится значительно быстрее включает скорпионный импейлмент и достанется это товар к сразу три тпшки будет ледяной успеют ли и не получит ледяной все-таки товар достался котам с чем их и поздравляем немножко сразу вперед вырываются они по голде 3000 золота в их распоряжении чутка отстают по экспе панда с дд попыталась ехать по торту но была установлена станом камер шторма и в общем то теперь скорпион в безопасности мунквин продолжает фрифармить против преда который крипам подойти здесь скорее всего и не сможет бабл составлен на мидлайне в соло чем получит наверное шестой левел пуш мидлайна не удался 3 тпшки вниз достаточно неэффективными получились для легиона ведь тауэр не удалось даже задинает не говоря уже о том что ни одного фрага на дефенсии не удалось 3 тпшки было потрачено и пуш мидлайна продолжается заново команда легиона и соответственно nxlf будут пробовать какой-то team action пока он получается достаточно специфически панди достанется реген и нужно идти искать кого-то в идеале конечно найти мунквин но мунквин здесь достаточно адекватно заваржена и принципе в безопасности фф бабус изнушил серф и удачно избежал стану андромеды своим тейк кавером очередной неудачный въезд от легиона с инициацией в плане какого-то блинка или прыжка далекого кроме панды сейчас вариантов нет андромеда тоже пока без свапа поэтому на гоуст марчерах регулярно пытается пандамоним кого-то догнать вликнуть попасть саном чтобы команда продолжила но пока это не очень успешно хаммер фри фармит низ пред на 13 минуте покупает алхимист баунс да в сборе алхимист баунс есть у преда рифа принимает решение присоединиться к своей команде у него уже есть в испаринг хелм и соответственно стакать кого-то где-то он планирует к этому чемпион ждет своей задачи варды от обеих команд коты в полном составе пушат мидлайн баулс 6 с ультой хаммер уже тоже принципе более-менее себя чувствует мунквин 10 левела тоже с ультой хорошо был бы конечно 11 но танкует мунка а глифа у легиона наверное не будет панда въезжает по ваусу ваус отличная реакция через шелсерф и ульта сразу по двоим андромеду похоже не зацепила или зацепила не поймешь ульта муки пошла не сильно удачно смогут ребята продолжить бабус блинкается достаточно опрометчиво у него есть три каверы может быть отстана он по крайней мере сможет увильнуть панда не допрыгивает своим станом и андромеда будет ли продолжать ох не того не того о еще инвизи как неплохо только что повезло бабусу это обойдется без фрагов но пуш мидлтауэра котами реализован адекватно тауэр был пронесен и даже не задинает мункин возвращается к тому делу для которого была взята и в общем то этим и занимается гпм чарт хаммер и мунка впереди за ними пандамониум около 300 гпм предприлично отстаёт но остальные соответственно саппорта у легиона совсем себя плохо чувствует у котов дела получше и дела получше отчасти оправданы тем что у ребят преимущество уже в четыре с половиной тысячи золота первые три тауэра их пропушенные они не потеряли еще ни одного ну это в общем то есть ровно четыре с половиной тысячи коты толпой отбивают линии чтобы тауэра не были пропушены внизу в товар еще более-менее относительной безопасности ведь здесь у него достаточно много хп это тоже он до половины а тут тоже практически 85 процентов у тауэра пока товара чувствую себя адекватно никакого агрессивного варнинга от кетсов что достаточно странно им было бы неплохо сейчас по гангать предатора который только-только недавно взял себе алхимис баунс и сейчас по гпм будет продвигаться вперед по вардам зашли панду не догнать пред сразу берет себе mighty blade достаточно интересное решение до стимбусом эти был покупать есть одиннадцатый мульт квин это уже хорошая перспектива тимфайта и скорее всего его ульта не сильно пригодившийся на мидлайне теперь будет посильнее и и поэффективнее соответственно четыре удара по таргету 7 бимов по 300 дэмэджа в общем-то мун квин сейчас соло только ультой может произвести 200 magic дэмэджа который будет крайне неприятен большинству игроков легиона ведь там особо хопачьих пацанов нет только панда и предатор приближаются так сказать к адекватному сопротивлению против против мун бимов а вот демент от андромеда и pr очень и очень сладки андромеда попытка стакнуть будет завершена киллом китов для кого киллом для команды кэтс достаточно опрометчиво здесь себя вилл инвижен и это стоило ему жизни он стакнул этот стак будет зафармин котами 5-3 выигрывать наша с н гэшной команды напоминаю то команды две команды п attendee creatieor.com five-то своих квалификаций регионных на региональных команда кэтс победитель команды победитель в квалификации самм-бластер лиги в снг на командой эн окс ел эф это победитель в квалификации азии то есть топ-один командов именно в квалификации по версии Самбластер Лиги Мунка уже 380 гпм, привез себе Firebrand уже FF и, наверное Наверное, будет он все-таки Рассчитывать на в скором времени Шанкин Хэт До этого купит он себе Геометр или нет, мы еще пока не знаем Но вероятность очень сильно Зависит от фарма. 380 гпм Мун Квин 310 У кого того Хаммер Шторм, наверное, не с ним Панда и Предатор Панду фармят сильно Не собирает панда себе, в общем-то, похоже Шранкин Хэд, ведь никто не сможет сбить ему Тогда ульту, и этот длительный и Очень домашний дизейбл, котам Будет не по нраву Да, до Шанкин Хэда панде осталось буквально 1000 денег Предатор, что же это Будет первым ртом? Марчерсы И Майти Блэйд, очень странная автарка для Такого керри, хотя с Алхимис Боунсами Из своего грустного 230 Гпм Предатор уже выбрался И теперь там Слегка больше, чем 300 Достаточно ранний Кангор Мун Квин изображает из себя Офелию, взял двух крипов и одним из них Сейчас вполне успешно танкует Кангора У Алуны уже У Тарта уже есть Астролаба Что в общем-то сейчас Нет, в Анде оказывается не 1000 Была до Шанкин Хэда Уже есть Шанкин Хэд Коты, очень ранний Кангор 19-ая минута И Конгор Has been slain already Кто же берет токен? Наверное Мун Квин Да, таки у Мун Квин У ФФа есть уже токен И это потенциальный пуш Уже как минимум Тир 2 Таура Всем нужно порегиниться И выходить к действию Хаммер сверху на Инсанитариус Купил себе Хангри Спирит Маску на вампиризм И в общем-то Я думаю, что в скором времени Это будет какой-нибудь Хелм Или Высперин Хелм Или Элдер Паразит Тут сейчас в принципе Глобально говоря Не сильно важно Либо чуть больше дефа Либо чуть больше Производимого дэмэджа Что выберет Хаммер Шторм Не решит Пока как-то чувствуется уверенно Хотя преимущества не фантастические Но уже адекватные 5300 по золоту И 2000 по опыту Все Таура Первая Уже в их распоряжении До сих пор они не потеряли ни одного А это как ни крути Хороший знак Легион будет хотеть Очень сильно тянуть Убер крутой лейтгейм Где Панда в идеале Будет ультовать Мунквин Все остальные Якобы не будут этому сопротивляться И Тогда уже пред Сможет кого-то нарезать Достаточно интересная У него Интересные у него билды Из бренды Гоуст Марчеры У него уже есть И почему-то Испуганный Он улетает Не, не испуганный Просто увидел немного фарма На верхней линии И решил Сместиться на нее Почему именно Гоуст Марчер И пред Ведь Дизейбла Не то чтобы сильно много У Легиона Хотя и со Стим Гуд Самин бы справился Хорошее замедление От Плаграйдера Это во-первых Скилла от ульты Свапы Станы Тандромеды Очень длинный дизейбл Множественный Причем и становый Ультой от Панды Замедление Дементона Прям-таки Гоуст Марчеры И предатору Были не сильно критичны Ну, как бы Это дело На самом деле Каждого как хочет Так и Собирается Коты опять Поселились в чужом лесу И явно Поджидают Здесь какого-нибудь Фила Вардов У Легиона Здесь нет Вообще Все отлично Пантилар Дела Луна На которой играет Рум-409 Капитан команды Кэпсон Чуть меньше половины ХП Приключилось Мидлтауру И Все равно Пока никаких Пушей от Легиона Не планируется Стаг Кейншентов Антиварднули Здесь крипов И Панда Сможет что-то Опять пофармить Хотя ей Со Шранкинхедом Уже давно бы Пора подраться Ведь у ФФ Очень и очень Адекватный фарм Все-таки Элдер поразит На Хаммершторме А ФФ Если сейчас Соберет Решит собирать Все-таки Именно Шранкинхед То у него Он будет буквально Через 700 копеек А в случае С его 400 Плюс ГПМ Это достаточно Быстро До 25 минуты Я думаю Уже будет какой-то врыв В 3 минуты На токе Не осталось Все вновь Возятся Ничего не делают Легион Боятся За каждый тавер На каждой линии Появляются коты Чем заставляют Осторожничать Командын ХСЛФ Баблуз уже на ПК Бред Сашка Яшка Фаербренд Сейчас прилетит И дополнит Его АС Бренд Монквин Все-таки Геометр С Бэйн Немного больше Дэмэджа И все-таки Толкать Ведь 2,5 минуты Все осталось На токене И это нужно Реализовывать На 29 минуте Появится Кстати Новый Конго Есть Дем Есть Дем Да Есть Дем Уолун Не доставал Тут сами Торт Поэтому Ну все-таки Тауэрка Там достается Еще 2 минуты На токене Будет ли заходить На хайграунд Вполне Можно было бы Его реализовывать Но коты Решили Не рисковать И отчасти Это правильно 2 достаточно Сильных керри В лице Монквин И Хаммершторм Есть у них Которые фармят Явно лучше Чем керри Легиона И коты Это тоже понимают 6,5 тысячи Золота Уже в их Распоряжении Будут ли они Жертвовать Токеном В плане Отданным Просто так Или нет Монквин Они есть Ребята Попробуют Добежать Пешком Но достаточно Долгое время Это может занять Коты Продолжают Зайти дальше Это очень Правильное Решение Панда Пытается Бежать дальше Преда Не пошел Предатора Нет Уже прилетела Ему тп Хотя я думал Что на деф Его не будет Въезд Под Т3 Таура На верхней линии От котов На токене Еще минута Можно пробовать Заходить Панда Шранкинхед Въезд По Монквину Которая до сих пор Есть токен Ее пытаются Сейвить Как продолжится Дальше Тимфайт Ульта От баблса По предатору Предатор Езжается Умхайт И прыгает Стартап Тарту Неприятно Монквин Все таки Забрали Но токен И она Оживает Заново Пред пытается Догнать Тартан Но наверное У него не получится Спиридом Мы прощаемся Въезд от панды Сразу под ульту Монквин Очень неприятно Он себя ощущает Накидка Дементед Шамана И панда Спасается Бегством Коты могут Продолжать Заход дальше Ведь предатора Не будет Еще 50 секунд Апера 20 Это похоже На потерю В верхней линии В полном составе И Тауэр И бараки Только мишные бараки Забрали коты И не рискуя В общем то Ничем Отправляются По домам Кто фармит линии Кто регенится Кто куда Ну поздравляем котов Достаточно быстро 25 минут Уже без одной линии 7-3 Достаточно Мелкий в общем то Счет Особо без драк Обходится эта игра И коты в ней Чувствуют себя Уже лучше и лучше 11 тысяч золота А это уже достаточно Весомое преимущество Хаммер Вместе с Алуной Фармит чужих аншентов И они здесь Себя Вообще Ощущают Бесстрашно У Алуны У генчика Гемчик И причем Он у него Уже достаточно давно Гвардов нет Никто никого не видит Пока Легиону достался Только 1Т1 На мидлтау На мидллайне 1 Тауэр для них Это совсем плачевно Золота У пацанов Вообще нету Новый конгар Через 2-2,5 минуты И наверное коты с ним Пойдут опять кушать Панда Никакого дэмэджа Брест Харт Купил себе Пандамониум Это наверное Будет очень дальнозоркий Выход на Сердце Хотя подсказывает Мне что-то Что Сердце Мы в этой игре На панде И уже не увидим Да Сердце уже точно Не увидим Хэлмовда Блэк Лишин Купил себе Пандамониум И выходит Что ли На Барби Дармор Откуда там Столько денег Прям таки Непонятно 370 гпм Что у прида Что у панды И это конечно Не то чтобы Прям сильно мало Больше чем у многих У Хеллборна Но Фф далеко Впереди Вырывается на Монквин 3900 У него уже есть После этого Удача на заходы На хайграунды Соответственно Шранкинг Хэт Там В сборе Уже Шилла Стайлз Выходит на Хеллфлауэр Все очень хорошо Форм Толпой Стагнутых Эншитов Уже Третья Ульта Монквин Достаточно Давно Уже 17 левел Берет Фф Далеко Всем До этих Левелов У легионов Новый Конгресс Минута Легион Похоже Будет пытаться Что-то предпринять Но Вряд ли Это будет сильно Эффективно Толкалка На луне Уже просто Жиру бесится Все саппорты Все очень нормально Зачувствуют Торт Тоже на толкалке На астролабе Причем Достаточно давно Бабл С полторы тысячи До Хеллфлаура Хаммер С последнего захода Купил себе Соулс Бульвар Чем в общем-то Себе и Монквин Увеличил достаточно Сильно дэмэдж Мунка Уже 4900 Вторые бараки Отъехали на верхней линии И чем принесли Еще немножко денег Монквин Вот так вот Нулстоун Покупает себе ФФ И мы понимаем К чему это Это чисто От ульты Пандамониума Новый Конгар Как обещано 29 минуте Догадывается я думаю НХФ Где находится Вся команда Оппонентов И команда Оппонентов Расправилась С очередным Конгором Опять Токен на Монквин Теперь уже Сноустолном Забрать его Будет Крайне Нелегко Ну и я не знаю Будут ли Эту же ошибку Использовать сейчас Легионовцы Команды НХФ Чтобы въезжать По Персонажу С Конгором Тратя самую ценную Ульту Именно Пандамониума Коты идут низом Верхняя линия Так и похоже Будет не тронута Ведь здесь Крипы Помощнее Выходят Из Хеллборновской Базы Т1 Тауэр Все так же Не трогал Никто В ближайшие 20 минут Коты Из пуша Т2 На нижней Линии И я думаю Заход на Хайграунд Будет уже Полне успешно Восемнадцатый Не сильно удобно Дефаться Легиону Не очень много Прям таки Скажем У них Дефовых Скиллов Хотя Справляются Не с этим Нормально Но Приятного Мало Сейчас с этой Пачки Коты Должны Уже Заходить Хогвард Кричит Хаммерштор Попыточка Въехать По Пандамониуму На этот раз Не будет Стана Панда Отличный Юз И продолжает Въезды И опять На этот Очень Очень Быстро Забирают Торта Достаточно Неплохой Отпуш От Легиона Мунквин Даже не попытались Забрать Даблкил Для Каосирена Для Пандамониума Но Эта Даблкил Линию Уже не спасет ГГ Прописывает Легион Поглиб Хаммерштор И Торт Но выжила Мунквинан На ней Все еще есть токены Соответственно Легион Сделать уже нечего А мы поздравляем Команду Кэт С победой И это Очень хорошая новость И для нас И для вас Первая игра В их Саундбластер Heroes League Была Тактически Мощно Достаточно Побеждена Оппоненты Не знали Что делать Против Кэтсов Они опять Играли Вчетвером Давали ФФу Максимум Фарма И это Привело К очередной Их победе Что ж Ждем пару минут И будем смотреть Вторую Игру Я надеюсь Из этого Best of 3 Кэтс против InXLF Отборочные Саундбластер Heroes League Саундбластер